Французский писатель Так я попал на факультет французского языка. И в 1941 году я закончил три курса Института иностранных языков Одесского университета. Как только началась война, я добровольцем пошел в Красную армию. Меня тут же через Барашиловский райвоенкомат отправили курсантом в Одесское пехотное училище. Командир взвода в первую очередь проверяет физподготовку. Бег на 100 метров и бег на километр. Я пришел первый. Затем снаряды. Но для меня, второразрядника, кольца, турник, брусья, конь, козел и тому подобное проблем не было. Я спокойно получил по всем этим видам пятерки. И тут училище при проверке в тире три патрона, три десятки. И командир взвода тут же, несмотря на то, что я по ранжиже стоял четвертого с конца, говорит, будешь командиром отделения. Я говорю, товарищ лейтенант, вон какие хлопцы стоят. Какие хлопцы? Вахлаки не хлопцы. Командиром отделения будешь. Ну, есть. Так я стал командиром отделения. Между Лузановкой и Дофиновкой училище имело свою площадь. Ну, учебный центр, будем по-современному говоря. Ну, а там мы и нарыли, рыли днем и ночью в три смены укрепление для обороны Одессы. Ну, я узнал, что такое катакомбы. Потому что нас бомбили, убегали в катакомбы и тому подобное. 2 августа 1941 года в училище поступил приказ наркома обороны СССР Тимошенко о том, чтобы училище вывели из района боевых действий. И мы в ночь с 2 на 3 августа, за два дня до полного окружения Одессы, вышли своим ходом, пешком, в сторону Николаева вместе со вступающими войсками. Переход был очень тяжелым. Первый переход 40 километров за ночь. Каждый из курсантов был нагружен ранцем в 32 килограмма. Кроме ранца, с правой стороны противогаз, с левой стороны винтовка СВТ, лопатка саперная на ремне сзади, три гранаты, бутылка с горючей смесью для борьбы с танками. И сверху скатка, шинель в скатку. То бишь, этот ранец весил 32 килограмма. И только такие, как тренированные, как я, во-первых, был крестьянским сыном, а не городским мальчишкой. И это отдельная статья, как я работал в колхозе. Но физкультура меня спасла, физическая подготовка. И во время перехода, ну, во-первых, не все курсанты могли правильно намотать портянки. Ноги потерли. Во-вторых, 32 килограмма не выдержали, падали. Мне пришлось, как командир отделения, а это 10 курсантов, у кого взять винтовку, у кого еще что-то. А третий прицепился за руку, потому что просто падали. Мы одолели за ночь 40 километров. Ну, в общем, три ночи. Днем передвигаться нельзя было. Тогда уже были лесополосы в той дороге. Мы там укрывались, отдыхали. И даже однажды бой приняли. Но за три ночи мы добрались до Николаева. Ну, и тут командир взвода говорит мне, будешь помощником командира взвода, помком взвода. Ну, я уже не стал удивляться и сопротивляться. Это была моя первая воинская школа под руководством этого лейтенанта Козлова. А там дальше мы отступали на Хершон, где был Петровск и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok